МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очевидно, что итоги прошедшей недели нужно начинать с итогов всенародного голосования по поправкам в Конституцию, и в Башкирии это голосование прошло грандиозным образом. Не прошло и двух часов после закрытия избирательных участков или пунктов для голосования, я уж не знаю, как это теперь называть, как Ради Хабиров поспешил объявить о 90-процентной явке избирателей Башкирии на избирательной участке. Даже госпожа Макаренко тихим голосом попыталась опровергнуть своего сюзерена в утверждении о 90-процентной явке, уже ее никто не слушал. Началась вакханалия. На перебой Мурзагуловы, Деркачи и прочие, значит, примкнувшие к ним, начали восхвалять лояльность башкирского народа к Кремлю. Насколько у нас послушный, дисциплинированный, воспитанный и прекрасный избиратель, который в 90-процентном порыве ринулся на избирательные участки и поддержал поправки в Конституцию. Чуть позднее, конечно же, стало известно, что не только 90% с лишним, как потом уже стало понятно, пришло на избирательные участки, но и 88% из них поддержали Конституцию. В общем, это была не просто победа, это была триумф. Но если всерьез говорить о результатах голосования в Республике Башкортостан, то с научной точки зрения это называется фальсификация устрашения в регионе с избыточной верностью губернатора. В чем причина вот подобного грандиозного в кавычках результата, нужно, конечно, разбираться и понимать, зачем вообще, в принципе, Хабирову и его команде нужны были вот эти 90% явки и 88% за. Тогда как Кремль спокойно, ровненько сообщал заранее о том, что достаточно будет 72-75% явки и где-нибудь там примерно стольки же процентов за. То есть это вполне бы устроило Кремль, и никакие 90% никто не просил. Но тут напрашивается, конечно, предположение о том, что в последнее время количество компромата в сейфах у региональных силовиков стало так велико, что команда Хабирова в страхе уже не может ничего придумать, кроме как истерично доказывать верность Кремлю и уповать на то, что вот за эти 90% им там перепадет какая-нибудь амнистия. Далее начался мучительный этап легитимизации результатов. Господин Барабаш комментирует этот феноменальный 90% результат, заявил, что если и были какие-то фальсификации, то фальсификации эти были не от власти, а от инициативы услужливых дураков, как он выразился, которые на местах там решили сделать приятное там дорогому радио Хабирову, значит, например, и нагнали там 100% результат в некоторых районах. Собственно, тезис это не очень новый. После выборов Хабирова, когда тоже возник вопрос к этим волшебным 82% за, Мурзагулов, я помню, с пены у рта доказывал, что мы никого ни о чем не просили, это там на месте дураки, там и пятое-десятое. Ну, собственно, здесь уже, наверное, в разряд дураков переходит сама Илона Макаренко, вольно или невольно таковую, будучи охарактеризованной со стороны, значит, Барабаша, но удивляет другое. Удивляет то, что если это инициатива услужливых дураков, ну, почему же власти тогда так охотно воспринимают и принимают эту инициативу, вписывая эти результаты себе в актив? Ну, и второй аспект, которым можно, наверное, хотя бы утешиться, это тот факт, что на самом деле, конечно, это голосование вовсе не было никаким голосованием. Юридические поправки в Конституцию уже приняты Советом Федерации, и они уже на самом деле даже действуют. А вся вот эта вот история, весь этот цирк с конями, это, конечно, было для утешения населения, для изображения того, что Путин действительно интересуется мнением населения, и ни в коем случае не примет решение без согласования с этим своим любимым населением. Печалит, конечно, и то, что Башкирия стремительно свалилась в какую-то бездну мракобесия и стала на третье место в ряду электоральных султанатов, так называемых. Первое место – Чечня, второе – Тывай, третье – теперь Башкирия. Мы даже теперь никак не соревнуемся по этому показателю с татарией. В общем, конечно, это, безусловно, печально. Печально то, в каком свете выставляет Хабиров и его команда населения республики, кем мы теперь выглядим в глазах всей Российской Федерации. Ну и то, какой мы результат показали, это, конечно, наводит на мысль, что мы находимся уже у предела электоральной преданности. Я думаю, что свыше в 90% явки, наверное, никто не осмелится показать по региону, хотя, как говорится, лиха беда начала. Как ни старалась администрация Хабирова избежать каких-либо скандалов в процессе голосования по Конституции, достичь этого не получилось. Конечно же, случились неприятные ситуации. Одна из них была связана с СПЧ, которая зачем-то организовала какую-то там группу мониторинга, а потом выяснилось, что УИКи вовсе не рады видеть на своей территории эту группу мониторинга, и даже написали заявление в полицию над членов СПЧ, которые пытались там чего-то контролировать во время выборов. В общем, конечно, это такая неразбериха. И такой несмешной оксюмарон получился в том смысле, что призванные контролировать были признаны еще и нарушителями. Но это ладно, это полбеды, это, как говорится, организационные нескладушки и излишняя инициатива. Но выявилась действительно одна очень нехорошая история. Сразу же после голосования выяснилось, что в 12 УИКах в республике Башкортостан члены УИК по сути не имели права работать, потому что были просрочены их полномочия. Ну, по крайней мере, такая информация была на сайте ЦИКа РБ. И, основываясь на этой информации, прошли публикации от Голоса и от издания «Коммерсант». Реакция ЦИКа была, конечно, странной, прямо скажем, истеричной. Господин Годилов заявил, что это все неправда, что вы все врете. И все это частное мнение Голоса. Ну, еще раз отмечу, что это частное мнение Голоса и издания «Коммерсант» было основано на официальных данных, которые были опубликованы, собственно, на сайте самого ЦИКа. Я не знаю, что они теперь будут делать с этой ситуацией. По сути, по большому счету, конечно, результаты на 12 УИКах надо признавать недействительными. Что, кстати говоря, никак не повлияет на процентовку по голосованию, потому что 12 УИКов – это менее полупроцента от количества избирательных участков Республики Башкортостан. Однако, я думаю, что ЦИК и в целом администрация Хабирова даже подобный просчет признать не готовы и будут настаивать на своем, что вы все врете и все это неправда. Ну, в общем, это, конечно, очень показательная история. Она вполне себе иллюстрирует профессионализм, с которым подходит госпожа Макаренко к своим обязанностям. Надо, конечно, делать скидку. С другой стороны, эта мадам уже больше года, как руководит ЦИК МРБ, и, соответственно, наверное, чему-нибудь должна была бы уже и научиться. Ну, пожалуй, что надо уже потихонечку отходить от этой истории с Конституцией. Как говорится, проехали. Нас всей страной в очередной раз поимели, а мы в очередной раз это все потерпели. Вернемся с небес на землю к нашим башкирским региональным делам и начнем с истории, которая продолжается вокруг строительства 34-этажного дома на улице Шатар-Уставели вблизи дома номер 5. Ввиду отсутствия видимых действий со стороны администрации города, активисты дома номер 5 по Шатар-Уставели в Уфе продолжили свою бурную деятельность. И на этой неделе, конечно, с их стороны была чрезвычайная активность. Начали они с того, что Алла Яковлева поймала фактически Ульфата Мустафина на этом замечательном урбан-форуме и задала ему вопросы, связанные с ее домом. Что собирается делать администрация города и какие планы у Ульфата Мустафина. Ульфат Мустафин каменным лицом, абсолютно непроницаемым лицом и глядя в сторону, начал рассказывать, что никаких угроз жителям дома номер 5 не существует, что там работает какая-то комиссия, что что-то там они будут решать, обследовать и так далее. Заявления Мустафина были абсолютно безосновательны. То есть он так и не привел ни одного аргумента, кроме того, что он уверял госпожу Яковлеву в том, что все хорошо и все хорошо. Было видно, как он мучается, как он хочет убежать. И злые языки даже сказали, что он сбежал из этого конгресс-холла, уехал на электросамокате, поскорее скрывшись от активистов с Шатар-Уставели, но я не буду так утверждать. Далее события вокруг этой истории развивались уже совершенно феерическим образом. Во-первых, жильцы дома номер 5 по Шатар-Уставели пригласили священника для освещения их дома, чтобы, как говорится, всевышние силы помогли им остаться в живых, и дом не развалился под воздействием стройки господина Носкова. Также священник изгонял каких-то бесов, видимо, и молился об обережении жильцов от недобросовестной и грязной власти города Уфы. В общем, выглядело это, конечно, совершенно комически, но даже эта история имела последствия. Священника Александра Сапона по результатам этого молебна отстранили от служения аж на целую неделю, причем с формулировкой за то, что он собрал скопление людей во время эпидемии коронавируса. Хотя на кадрах с этого молебна видно, что жильцы дома стоят на социальной дистанции друг от друга, никак не взаимодействуют, священник от них отдельно, никаких поводов для беспокойства, конечно, не было. Однако епархия и митрополит Никон приняли вот такие карательные меры. Видимо, нужно митрополиту Никону опубликовать на сайте епархии список домов, которые, как говорится, богоугодно освещать, а какие освещать не богоугодно. Откуда изгонять на недобросовестную власть, значит, правильно, а откуда не очень. Ну, вообще, как говорил Александр Глебович Невзоров, именно существование РПЦ самым явным образом подтверждает отсутствие Бога на земле, потому, наверное, ну вот здесь у нас в Уфе это становится все более и более явным. И третьим эпизодом в этой истории на прошедшей неделе была уж совсем скандальная история, когда во время открытия вот этих пресловутого фонтана Журавли при огромном стечении народа, кстати говоря, совершенно не соблюдавшем социальную дистанцию, к Хабирову попыталась пробиться все та же Алла Яковлева, выкрикивая проблему их дома, пытаясь привлечь внимание Хабирова к этой проблеме. ...репедерации Максиму Паритовичу Егорову. Руставили пять! Ради Фаритович! Ради Фаритович! Пятежная застройка! Ради Фаритович, только за застройку выставили пять! Руки уберите! Руки уберите! Да я спокойно руки убери! Вы в меня ударились! Но тут бдительные охранники Хабирова сработали очень четко. Женщину скрутили в буквальном смысле, даже начали искать наручники, применили какой-то болевой прием, руку за спину заломили и уволокли ее. Хабиров, конечно, прервал свою речь торжественную на тему, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались в таком большом количестве и плотно стоим вокруг фонтана. Но, в общем, это, конечно, выглядело очень некрасиво. То есть, ну, как бы там ни было, нельзя было показывать такую картинку, когда женщина пытается что-то сказать губернатору, и вместо того, чтобы он ее выслушал или хотя бы договорился с ней о встрече, ее винтят охранники и уводят куда-то вдаль. В общем, конечно, картинка получилась очень нелицеприятной для Хабирова, как для губернатора, как и для, в общем, просто мужчины, который, наверное, мог бы оказать какое-то внимание жительницы Уфы. Ну, в общем, вот такая вот история. Я думаю, что история с Шатару Ставели 5 не закончилась. Она будет продолжаться, и продолжается она только потому, что власти города отказываются взаимодействовать с жильцами. То есть, была простая просьба. Вот тогда, помните, они там встали на коленях. Собственно, что они просили? Они просили просто встречи с Ульфатом Мустафиным. Господин Мустафин упорно отказывается встречаться с этим проблемным домом, тем самым только усугубляя проблему. Был на этой неделе новость из сферы долевого строительства, вернее, решения проблемы дольщиков. И новость эта была, скажем так, странная. Несмотря на то, что в Уфе бушуют протесты в разных частях города, на разных объектах, вот последним выступил объект строительной компании «Квартал» в центре Уфы, где дом уже там 13 лет не достраивается. И очень драматическая история. Там вывесили баннеры на фасаде дома. И, кстати говоря, тоже приехала полиция в попытке признать все это массовым мероприятием. Так вот, новость пришла неожиданная и совершенно с другого, как говорится, конца. Фонд решения проблем обманутых дольщиков внезапно объявил о том, что в Уфе будет достроен дом ЖК «Арбат». Про этот объект вообще мало кто знает, мало кто слышал. ЖК «Арбат», который строил в свое время регионстройкомплекс, особенно не отсвечивал в этих вот событиях и протестных акциях. Дом находится на пересечении улицы Ленина и Чернышевского рядом с арт-галереей. Это абсолютный центр города, исторический центр. И в этом доме всего 110 квартир. По какому принципу фонд выбрал именно этот дом на достройку, категорически непонятно. По моим данным, именно в этом доме самый низкий процент по-настоящему нуждающихся в жилье это, по сути, элитное жилье. И в этом доме максимальный процент покупателей квартир это люди с второй, третьей и четвертой квартирой в наличии. Это в основном чиновники, сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и различных ведомств. И вот именно они, по мнению фонда, оказались самыми нуждающимися в экстренной достройке. Вообще, конечно, очень странно выглядит то, что достраиваться будет самый элитный дом с самым небольшим количеством квартир в центре города. И, повторюсь, степень нуждаемости людей, которые купили квартиры в этом доме, самая низкая, на самом деле, среди всех остальных объектов долевого строительства. Пока непонятно, каким образом сообщество обманутых дольщиков оценит вот эту инициативу фонда. Судя по всему, на этом активность фонда сейчас закруглится на какой-то обозримый или необозримый период времени. Я не думаю, что в ближайшее время начнут достраивать еще какие-то объекты на деньги фонда. Но получается так, что формально галочка стоит, и никто не скажет, что фонд ничего не делал. Вот мы достроили элитный дом для прокуроров и чиновников. Чем вы недовольны, граждане, бунтующие в Миловском парке или еще где-нибудь в каком-нибудь СК-квартал? Совершенно неожиданным было решение на этой неделе со стороны прокуратуры Республики Башкортостан отозвать решение Следственного комитета о том, что отказывается в возбуждении уголовного дела в отношении госпожи Сартлановой и руководства РКБ имени Куватова по факту вспышки коронавируса. Действительно, как гром среди ясного неба, вроде бы уже проблему замяли. С Сартлановой грамоту дали. Хабиров в очередной раз попытался доказать, что он там своих не сдает и так далее, и так далее. И вдруг прокуратура принимает такое решение. Я, конечно, двумя руками за и поддерживаю вот это решение прокуратуры. Принципиальное решение о том, что в проблеме нужно разобраться. Я очень рад тому, что прокуратура наконец-то обнаружила те вопиющие нарушения, которые были, и о которых говорили врачи в РКБ имени Куватова. Я очень рассчитываю, что справедливость восторжествует, и госпожа Сартланова понесет заслуженное наказание. А наказание это должно быть достаточно суровым, учитывая то, что даже по официальным данным половина умерших от COVID-19 в республике Башкортостан умерли в больнице, которой руководила госпожа Сартланова, именно в тот период, который называют вспышкой. Будем внимательно наблюдать за этой ситуацией. Я надеюсь, что все-таки какая-то справедливость существует, и в отношении вот этой вот женщины эта справедливость все-таки случится. Граждане республики все чаще и чаще задаются вопросом, а чем, собственно, занимаются депутаты госсобрания, кроме того, как получают свою депутатскую зарплату, пайки, пользование своей дорогие красивые автомобили служебные и служебные кабинеты с секретаршами. В поисках ответа на этот вопрос я и моя команда натолкнулись на историю, связанную с Дмитрием Чувилиным. Странная активность господина Чувилина и его команды вокруг совершенно конкретных торговых точек, занимающихся торговлей табачными изделиями, привлекла наше внимание. И вот на следующей неделе, к следующему субботнему выпуску, мы, наверное, подготовим информацию о том, чем же на самом деле занимаются народные избранники в госсобрании, чем конкретно занимается господин Чувилин, в чем причина его яростной борьбы с извечным пороком табакокурения, и искренняя ли эта борьба, бескорыстна ли она. В общем, вот в этом будем разбираться, и к следующей субботе я обещаю вам интересную информацию на эту тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова